Сегодня у меня выдалась минутка свободного времени и я решил прочитать стенограмму допроса Джеффри Джексона, который происходил еще в 2015 году, по австралийскому делу. Я нашел ту знаменитую реплику небожителя. Кроме того я обратил внимание на продолжение. Хочу заметить, что на просторах интернета вы найдете оригинальное видео так и с переводом на русский язык. Так как большинство не знает лондонского языка, то мы воспользуемся переводчиком. Страница 9, Маячок 35, 36. Когда Джеффри спросили о том являются ли управляющий орган единственным представителем Бога на Земле, то Джексон ответил так. Я думаю, было бы довольно самонадеянно утверждать, что мы являемся единственным представителем, которого использует Бог. Дальше Джексон сказал, что есть и другие люди. И вот тут надо остановиться и вдуматься. Джеффри Джексона спросили о руководящем совете и он ответил, что их элитарный клуб является не единственным представителем Бога на Земле. Далее он все же пытался сослаться на притчу о верном рабе. Но заключение сделал следующее. Мы рассматриваем себя как пытающихся выполнить эту роль. Они лишь пытаются, а вот своим адептам внушили то, что руководящий совет по определению верный и благоразумный. В этом все и лукавство лидеров секты Сторожевой Башни. Ладно. В прикрепленном комментарии я оставлю ссылку на стенограмму, а также вопрос с ответом и вы увидите полное лицемерие и лукавство Джеффри Джексона. Берегите себя.